Музыка Музыка Еще раз шалом, мир Божий И мы сегодня думали, как бы провести вот этот выездной наш семинар Как сегодня нам сказали, школа, выездная школа, ШМОТ Школа одессианского обучения в Талмитин И что мы вообще можем вам сказать? Вам говорить, я думаю, что вы нам можете еще что-то рассказать Это запросто Скажите что-нибудь, чтобы принять за правду А что вы решили? Ну, знаете, как у нас есть, мы приехали с определенной миссией И мы верим, что Бог что-то, не что-то, а хочет конкретно дать вам определенные знания Может быть определенные вещи, с которыми можно будет в будущем управляться И вот сегодня мы хотели, как провести этот семинар Думали, ну выйдет один человек, прочитает, знаете, как Прочитает, скажем, доклад Может второй И мы с Витей вот имеем такую сейчас возможность Мы иногда проводим передачи на радио И мы подумали, мы сделаем такой семинар Вот в форме, скажем, выездного, вот как на радио Вот гостей, я ведущий Мы будем обсуждать определенную тему И обращаясь к вам Но идея в том, что вы можете тоже задавать нам вопросы И мы будем, знаете, вот как гость, звонок в студию Да, здравствуйте, что случилось? Вам не нравится наш ведущий? Поменяем Да что? Что у вас есть? И вся идея Что вы можете предложить нам? Он очень дорого стоит И давайте мы попробуем начать И мы сегодня, как бы, заявляли тему Основание лидерства Вы знаете, слово лидерство в нашей среде Немножко оно дискредитировано, да Потому что, что такое лидер в нашем понимании? Лидер это человек, имеющий определенную позицию, погоны И который указывает другим, что они должны делать И есть подчиненные, которые молча, безропотно слушают И говорят, да, да, да И потом подступает момент И каждый стремится стать тем начальником, чтобы указывать другим И близкая форма лидерства немножко отличается И близкая форма лидерства говорит о том, что каждый верующий человек, он служитель И Иешуа, да, он слуга Мы пели Иешуа, он пришел в этот мир для того, чтобы послужить другим И вы помните самый знаменитый момент, который меня впечатлял Когда великий творец всего сущего опустался на колени перед своим творением и многим ученикам И в этом он явил величие свое Он показал, что Бог, он слуга, он служит своим детям Что Иешуа, Машия, царь Израиля, он любит своих детей И мы сегодня начнем рассматривать вот такую библейскую модель лидерства на основании книги Даниила То есть это может быть немножко нетрадиционно, сразу говорю Это может быть немного непривычно Потому что некоторые формулы, некоторые моменты, которые мы будем озвучивать Они, скажем, не очень общеприняты в христианском мире Но я надеюсь, они имеют право на существование Я хочу вам представить наших гостей Это не гостей наших участников нашей, скажем, передачи Нашей сессии Это Виктор Расюк Ересь-хоресианская отчима От вообще от города Одесса Это учитель Это действительно очень... Это учитель, он учит в школе основ Он преподает в библейском институте Что еще я могу сказать такое Он очень умный и начитанный человек У него прекрасная жена, прекрасная дочь Аминь-минь Это заслуженный учитель Он заслужил это право называться учитель Да, он слабого человека принимает Да, но моей не ищите Да, все, вот видите, человек уже сразу учитель Вот это я понимаю Это молодой человек Это гость из Житомира Его зовут Артем Аганок И он является старшим служителем еврейско-мессианской общины Бейт-Шалон, города Житомира Ну, помощник пастора, я могу точно сказать По некоторым вопросам По некоторым вопросам И действительно, я очень давно знаю Артема Это мой опыт И я думаю, что у него есть чем поделиться За его время, вообще, жизнью в Господе Ну, и я ваш ведущий Это не я буду Я ваш ведущий Мне тут не надо Скромный Вы же вчера услышали Итак Давайте мы посмотрим вообще на Мы заявили, что это будет книга Даниила И давайте мы посмотрим вообще на историческую эпоху Первая сессия, она будет так и называться Историческая эпоха времен Даниила Да? И, скажем, и комментарии к этой эпохе Правильно? И комментарии к этой эпохе Ну, скажем проще Исторический фон тех событий Которые мы сегодня будем немножечко рассматривать Ну, вы наверняка знаете, что в свое время Израиль разделился на два царства И, кстати, тут вот интересный момент Вы знаете, что Писание Машехами называет только трех царей Из всех существовавших и царствовавших над Израилем и над Иудеем Только три царя Причем это Ну, я их назову Это Шауль, первый царь Израиля Давид и Шломо Три царя И это единственные цари, которые в Писании называются словом Машех Как вы думаете, почему? Потому что это были цари объединенного царства Амэн, совершенно верно То есть, остальные цари, они царствовали над разделенным царством А стало быть, они не правили всем Израилем Божиим Значит, и поэтому они не названы Машехами Отсюда мы можем сделать вывод, что Амэшех это царь, который должен править в первую очередь над всем Израилем Ну и, соответственно, над всеми остальными народами Значит, когда-то царство разделилось на два царства На северное, которое стало называться Самарией Или, впоследствии, северное царство, как Израиль И южное царство, это Иудея Соответственно, к северному царству отошли территории десяти колен А к южному царству территорию скольки колен? Двух А сколько вообще колен было? 13 Где тогда территория еще одного колена? Левиты Они были без колен Замечательно, плит запрос, проходите просто на ура Это радует вас Значит, дальше мы знаем, что Вот, кстати, интересный момент Я когда изучал эту историю Я увидел, что именно Бог разделил царство на два царства И именно Бог дал Иераваму власть Но тот этой властью воспользовался не так, как надо Он не должен был вводить в Израиль видового поклонства Но он ввел Израиль видового поклонства И, собственно, что послужило причиной этого Он боялся, что израильтяне северного царства Начнут ходить на поклонение в Иерусалим И рано или поздно они опять приобщаться к своему царю И чтобы этого не произошло Он сделал идолов Которым повелел поклоняться И израильтяне начали поклоняться Хотя я уверен, что оставались верные Которые продолжали ходить в Иерусалим На поклонение, как и заповедано Но в общем и целом Северное царство Оно со временем погрязло Видового поклонства И оно раньше прекратило свое существование Осирия захватила это царство И увело в плен большую часть народа Не всю, но большую часть Южное царство протянуло немножко дольше И, скажем так, оккупация Южного царства Пленение Южного царства Оно проходило в несколько этапов Причем первые три этапа Они еще были такие, скажем, достаточно мирные И бескровные Последний этап он был самым печальным Потому что именно четвертый этап Это был разрушен храм Разрушен, разорен город И жители были разогнаны И какая-то часть была уведена в плен Это печальная страница в истории еврейского народа Теперь мы, собственно, подходим к Даниилу Для того, чтобы понимать Что вообще представлял из себя Даниил Кем он был Кем он был Кем он был Что он из себя представлял И, собственно, какую группу евреев В Вавилоне и дальше в Мидоперсии он представлял Вавилон, он использовал такую интересную политику Достаточно мудрую Когда захватывалось какое-то государство Он не уничтожал правящую элиту Скажем, те, кто оказывали явное сопротивление И неповиновение Они, конечно, были уничтожаемы Но те, кто не сопротивлялись А мы знаем, что Бог повелевал всегда Когда приходили захватчики Бог никогда не повелевал Оказывать военного сопротивления Потому что это был суд Божий А суды Божии нужно принимать смиренно Так вот, те представители правящей элиты Правящего класса Которые проявляли лояльность к захватчикам Брались из них юноши То есть это подростки Подростки, у которых еще не сформировалось Стопроцентное мировоззрение Не сформировалась, скажем, система ценностей И они еще Во-первых, они очень способны были к обучаемости По сравнению, скажем, со взрослыми людьми Плюс ко всему Их разум, их мировоззрение Поддавалось еще формированию и изменению Так речи от взрослых Значит, и Брались юноши Привозились в Вавилон Определялись при царском дворе Им выделялось Лучшие яства с царского стола Лучшие вины с царского стола Им обеспечивались идеальные царские условия Кто в таких условиях не растает? Вы нам тут оказываете царские почести мытаем Спасибо вам за это Так вот Это все к чему? Этих юношей Из них, причем, выбирали Ну, не брали просто вот типа Это сын князя, значит, давай к нам Их еще, так сказать, тестировали Они проходили тестирование На свои интеллектуальные, на творческие способности То есть это должны быть ребята одаренные Творческие, способные к обучению И когда они попадали в царский дворец Их, собственно, обучали вавилонской культуре Вавилонской письменности Вавилонскому искусству Собственно, вавилонской системе управления То есть именно вавилонской мудрости, скажем так Вот как про Маше сказано, что он был научен Египетской мудрости всей То здесь происходил процесс Скажем так Переплавки Юношей На вавилонский лад Впоследствии Они должны были Представлять вавилонскую власть В своих царствах Чем это хорошо Для вавилона Это хорошо тем, что Ну, собственно, это наши ребята Они говорят на нашем языке Мы их хорошо знаем Но управляют они уже Не так, как управлял бы местный царь А так, как это требуется вавилону То есть получается потенциальная элита общества Которая в свое время могла бы занять Руководствующее положение, скажем, угнетенных стран Стать главными в этих странах Ну, скажем, лидерами освободительных движений Они становились просто Ну, скажем, уже Сатрапами Сатрапами Они становились Становились инструментом управления И вот если мы обратим внимание на Вот сегодняшнее Сегодня, да Мы перенесемся немножко вперед В наше время Мы можем увидеть, как Что идет война за молодежь Вы заметили это, что Всегда идет война за молодежь То есть мир пытается увести молодых людей Понятливых, умных, талантливых И формирует их мышление Формирует их Для того, чтобы люди искали И выполняли, скажем, не свою волю Например Спросите у молодого Я вот проведил пример У вас два молодых ребенка Одно спрашиваю Ты что любишь? Кока-Колу или Пепси-Колу? Он говорит Кока-Колу А если вот я тебе сейчас куплю Он говорит Пепси-Колу Почему? Она мне нравится А я подумал Почему? Потому что реклама Кока-Колы Красивые мужчины Играют в футбол И мальчик хочет быть таким Значит что? Я выбираю Кока-Колу Ну, мне нравится Пепси-Колу Понимаете, да Саму идею? И со временем Навязывается мышление То, что говорил Виктор Смотрите В Даниила что написано Во-первых Привели отроков У которых нет никакого Телесного недостатка Красивых видов Понятливых для всякой науки И разумеющих наук И смышленых И годных служить Чертогах царских И чтобы научили их Книгам И языку халдейскому То есть Это элита общества Это не просто Знаете Вот То есть Это люди Которые формируют Впоследствии Само И вот Есть само общество И если получается В книге Даниила Они помнишь Взяли что они сделали Они их переформатировали Их мышление И вместо того Чтобы люди шли за Богом Люди начинали идти За персидскими сатратами Они пытались Переформатировать Мышление наших юношей Но с нашими юношами Это не произошло Не получилось Ну да Это пример Скажем так Исключение Этой Возьмутской Мудрости На самом деле Просто они И с теми Столкнутся Данный подход Вообще Используется Всеми завоевателями Издревле Наверное На сегодняшний день И вот Пока говорил Виктор У меня Вот вспомнилось Такое Они становились Своими Горде Чужими Среди своих Почему так Потому что Они были своими По рождению По происхождению Их все знали Но они уже были чужие Потому что сознание Я говорю не о наших героях Не о наших примерах А скажем О практике Но их сознание Уже было Перетрансформировано В сознание Того Кто Ну то сознание Под которое Их трансформировали И соответственно Они как бы Являясь частью общества На самом деле Были Ну Не просто представителями А воплотителями Такой Чужой идеи Чужой мысли Чужого мировоззрения И этим самым Ну Я так понимаю Что Не просто управляли Той или иной областью Но еще и влияли На мировоззрение Этого Общества Этой области Будучи сатрапами Того или иного Района Вавилонского царства Они утверждали Вавилонское мышление Вавилонская мудрость В том или ином народе Который их послали Вот в этом Скажем так Все Ну Мы видим Как бы Гуманность И в то же самое время Коварство Такое врага Что Которое Ненавязчиво Я думаю В этом Пусть меня простят Пролетологи Но В этом Очень сильно В последнее время Преуспел Китай Они не завоевывают Они ассимилируют Мы приходим И вас ассимилируем И мы говорим Что Китай Это круто И вы хотите быть китайцами Хотя вы не китайцы Но вы реально хотите быть китайцами Вот где-то так На сегодняшний день Если делать связь Современно Где-то это Знаете как одна сестра Сказала мне Ой как хочется В гарем А я говорю А ты понимаешь Вообще Что такое гарем Ты вообще понимаешь Культуру араба Ты понимаешь Что ты как женщина Не имеешь прав Что согласно исламу Она говорит Как это так Я веду Я сериал смотрел А там Там все было Вот так По-другому А я говорю Это сериал Знаете как В той истории Когда Один мужчина Отправляется В экскурсию На небо И в преисподню Он поднимается На небо Ну люди там сидят Что-то разговаривают Думают Ну скучно Он спускается В преисподнюю А там веселье Такое Вот просто Ура Он говорит Я хочу остаться здесь Кто бы он это говорит Его за шкирку И в котел И он говорит Подождите А веселье Понимаешь Туризм отличается От иммиграции Да ты здесь Вот этот момент Туризм отличается От иммиграции Вот это происходит Вот это Изменение мышления И изменение Скажем Парадигмы мышления Знаете Направление Вектора И вот Есть такое Выражение Если можете Поправить Я могу ошибаться Что Нету Худше Нету Лучше Друга Для Насильника Чем Жертва То есть Идея в чем Идея в том Что Есть такой Психологический Парадокс Что жертвы Они сострадают Своим насильником Стопольский Синдром То есть Когда жертва Начинает защищать Того Кто причинял Ей боль И страдания И это очень ярко видно Вот в нашем прошлом Советский Союз Многие люди Рвутся туда Но забывают Про то что происходило Там Кто родился В это время Помнит И очередь И дефицит Помнит отношения И конечно Можно сказать Да Там было что-то Другое Но я помню Как в украинском Городе Житомир На 36 школ Была всего лишь Одна украинская школа И потом говорят А почему они На украинской моде Не думают Потому что Было изначально И эта парадигма Была заложена Изначально Почему Потому что Стремились Стандартизировать Один В одно целое Потому что Как говорят Статом легче управлять И вот почему Они брали Вот таких людей Те кто мог влиять И поэтому В нашей Вообще Мы говорим О лидерстве Но слово Мне лидерство Не нравится Мы говорим О служении Очень важно В нашей Выявлять Таких людей Вы знаете Мы иногда Смотрим на кого-то И мы Видим внешне Но если Мы можем Увидеть что-то Внутреннее Вы знаете Сколько они Красивых видов Понятливых Разумеющих То есть Мы видим Человека Который хочет Что-то Он не умеет Не знает Но он хочет И если мы Этого человека Не возьмем И не поможем Ему То поверьте Пойдется Тот и другой Кто возьмет Ему И поможет Ему Только в нашем случае Мы будем Направлять его К Богу А в том случае Они пойдут Я прошу прощения Тут прозвучало Сразу Стадом Легче Управлять Я думаю Что образ Не совсем Корректный Потому что Писание Называет Народ Божий Стадом А лидеров Лидеров Называют Впереди Идущих Как пастухов Тут другой вопрос Это стадо Овец Или это стадо Козлов И вот Кто платит Тот за Стадо одно И стадо И друг Вот кто платит Музыку Тот определяет Каким стадом Это будет Пастух Набирает в стадо Либо овец Либо козлов И от того Кто пастух Собственно говоря И определяется Какое это будет Стадо Поэтому Вот эта тема Она очень важна И актуальна Для понимания Потому что Действительно Молодежь Это будущее нации И собственно Знаете Я когда-то услышал В Сахмуте Очень интересное Определение Кто такой еврей И это определение Оно Применимо И к любому Новозаветнему Верующему Еврей Это тот У кого дети И внуки евреи То есть Не происхождение От От цели Причем Вы знаете Это соответствует Писанию Потому что Бог избрал Авраама У меня вопрос За что он избрал Писание нам говорит Если про Ноя сказано Он был праведник Вроде своем Вот за это Бог обратил на него Внимание И избрал его А как с Авраамом было Поверил Авраам Господа Это О, немножко другое Есть ли Причина Ради которой Бог избрал Авраам Я думаю Что есть Если мы будем Смотреть По Писанию Покажи Пожалуйста Потому что Я думаю Что воспитание Его отец Еля По Писанию Пожалуйста Брат Хорошо Есть момент Дело в том Что У Бога Вечность И Он видит Все в прошлом Настоящем И будущем Мы Будущего Еще не знаем Но Прошлое Мы помним И поэтому Когда мы Задаемся Вопросом Почему Я в этой Ситуации Что со мной Происходит Первое Что приходит На ум Что случилось Почему То есть Где в прошлом Что-то я сделал Не так Дело в том Что я хочу Сказать Что Прошлое Как раз К сожалению И тоже Очень часто Забывается Люди Очень часто Живут Настоящим И не в состоянии Задуматься Что в прошлом Послужило тому Что они Сейчас Находятся Я сейчас Говорю О более Здравом Подходе Я понимаю Что у меня Есть прошлое Которое Может влиять На меня Но если Мы посмотрим С этой точки Зрения То Собственно У Бога Не было Причин В прошлом Авраама Избирать его И Писание Говорит Для того Я Избрал Тебя То есть Не ради Прошлого А ради Будущего То есть Есть такой Момент Что очень Часто Мы делаем Что-то Не потому Что А для Того Что У меня Есть цель И поэтому Я что-то Делаю И Собственно С этой точки Зрения Очень классно Рассматривается И книга Иова И его Страдания Многие Ищут В прошлом Причину Этого А если Мы посмотрим Писание То там Не в прошлом Проблема А в будущем Помните Этот момент Когда И не проблема А цель У Бога У Бога Есть цель Поэтому С нами Сейчас Что-то Происходит У Ишуа Спросили Кто Согрешил Когда его Привели Мужчину Слепо Глухого Кто Согрешил Отец Или Мать И Он Говорит И Не Тот И Не Другой А Для Того Чтобы Было Явлено Слава Божьей И Вот Идея Как Хорошо Ты Заметила Прямо В тупик Меня Поставили Между Двумя Ну Я Зови Я Двумя Так Вот Это На самом деле Очень Важная Тема Понимать Что Идет Война За Будущие Поколения Сейчас С Прошлыми Уже В принципе Делать Нечего Ставку На него Делать Нечего Значит Настоящее Это Место Разворачивания Вот Этой Битвы Этого Сражения За Будущее А будущее Определяется Нашими Детьми Значит И Знаете Я Я Недели Две Или Две Недели Назад По-моему Мы с Олей Были на экскурсии По Одессе И тема Экскурсии Была Как Одесса Повлияла На Сионизм Я был Очень Удивлен Таким Интересным Подходом Ну Раньше Я так Не смотрел Значит Была Такая Идея Что Будущее Еврейское Государство Должно Говорить На Еврите Чтобы Дети Говорили На Еврите Нужно Чтобы Мамы Их Говорили На Еврите Но Сейчас Нет Еврита Говорящих Мам Как Нам Решить Эту Проблему Не Существовало Да Они Организовали Учебное Заведение Для Девочек Где Их Обучали Евриту Их Учили Всем Всему Необходимому Что Нужно Для Того Чтобы Быть Хорошей Женой Хорошей Мамой И Они Когда Вырастали И Рождали Детей Они Уже Воспитывали Их То есть Они Мыслили Как Минум На Поколение Вперед То есть Другими Словами Вот Вчера Тоже Был Такой Диалог В книжке Я прочитал Что Для Того Чтобы Пророк Божий Пророк Призванный В теле Мессии Вот Действительно Вырос Вот И Достиг Полноты Собственно Он Должен Пройти 20 Лет Вот Как Бы От Начала 20 Лет Пути Для Того Чтобы Войти В Полноту Призвания Вот Теперь Вопрос Сейчас Мы Не Видим Такого Ярко Выраженного Родческого Служения Что Нам Для Этого Нужно Делать Нам Нужно Уже Сейчас Молиться И Исследовать Писание И Уже Сейчас Поднимать Людей И Позволять Им Ошибаться Позволять Им Учиться Позволять Им Двигаться Являть Милость К ним И Через 20 Лет У нас Будет Полноценное Пророческое Служение Нужно Нам Это Мы Должны Мыслить Стратегически Вперед Вот Павелон Он Смотрел Именно Так И Даниил Знаешь Я просто Передел Поговорка Что Сыны Тьмы Порой Гораздо Умнее Свою Не Поговорка Это Поговорка Это И Вот Что Получается Я Знаешь Давай Артем Ты что-то Скажешь А то Мы Заплатили Любимую Часть Очень Хорошо Как Вы Все Говорите И Нечего По сути Допавить Чтобы Не Повторяться Сижу Да Наслаждаюсь И Вот Коснулись Пророческого Служения И Так Да Нам Надо Не забывать Важную Вещь Коснулась Такого Тонкого Монента Как Право Наш Нам Надо Не забывать Что Мы Несовершен Никто Я Скажу Так Я Лично Не Слыхал И Не Знаю Никого Из Самых Славных Служителей Бога Самогущего На Сегодняшний День Сегодняшней Современности Которые Не Допустили Ошибки Или Которые Были Совершенны Это Очень Важно Осознавать По Нескаким Причинам Во Первых Поскольку Мы Несовершенны Бог Совершенен И Значит Нет Предела Совершенства Для Нас И В этом Пути Мы Таки Имеем Право Законное Право На Ошибку И Тут Есть Очень Тонкая Грань Которую Важно Не Перешагивать И Осознавать Имея Право На Ошибку Это Не Значит Что Мага Ее Сознательно Допускать Или Сознательно К Ней Стремиться Своей Ошибке Как-то Легкомысленно Ну Совершенно С кем Не Бывает Потому Что Для Того Что Бог Допускает Нам Право На Ошибку Он Также И Дает Нам Исправление Выход Из Эти Ошибки И Когда-то По Этому Моменту Когда-то По Особому Я глянул На Это Местописание С Искренне Поступает Искренне С Лукавыми По Лукавству Его Да С И Я Обратил Внимание Что Когда Я Читаю Или Вспоминаю Это Местописание Мое Понимание Слова Искренне Звучит Терри Равно Хороший У меня Одного Такое Или Тоже Все Воспринимают Искренне Вот Искренне Это Хороший У кого-то По-другому Да Искренне Аллилуйя Тут надо с терминологией Все-таки Определиться Сейчас Я сейчас Вот Что У тебя Хороший Ну Хороший Как бы Морально Энтично Устойчив Всегда Положителен Если говорить С духовной Точкой Зрения Тот Который Вот Хороший Хороший Характер Стойкий Мердиш Вот Где-то Так Поручник Синя Не имеет Вот Так Но Слово Искренне Домного Шире Понятие Хороший И Искренне Можно быть Хорошим Искренне Можно быть Злобей Пожароопасный Пожароопасный И вот Тут Интересный Момент Если Ты Искренне Заблудился Если Ты Искренне Напортачил Если Ты Искренне Совершил Ошибку По Горячичности Натурала Своего По Незнанию По Каким-то Обстоятельствам Которые Ну В Которых Твое Твое Здравомысль Не Включилось И Ты Это Искренне Осознаешь Ты С Этим Искренне Приходишь К Богу Бог Искренне Поступает С тобой Он Дает Тебе Выход Человек Переживший Падение И Поднятый Из этого Падения Всемогущим В этом Движении Искренности Обретает Силу Причем Эта Сила Не та Которая Была До Падения Иногда Эта Сила Может Эта Чаще Всего Эта Сила Намного Сильнее Потому Что Он Что Пережил Бог Ему Показал И Бог Его Опять Очистил Бог Его Возвратил Но Человек Лукавствующий Который Все Это Знает Все Понимает Четко Оценивает Своё Состояние Своё Мышление Но Мне 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 Это Надо Он Он Находит Себе Какое-то Оправдание И Он Соглашаясь На Это Идет На Поступок И Бог А давайте мы не будем делать то, что нам говорят, послушайте, им дали карт-бланш, им дали будущее, и это, знаете, грех не воспользоваться. Но Даниил, воспитанный в четких условиях Божьих, он искренний, он приходит искренне и говорит этому евнуку, что мы не будем, давайте мы сделаем вот таким образом, мы не будем брать царские яства, мы не будем брать царское питье, а мы возьмем вот зелень и будем кушать. Они были честные, они были искренние, мы вот честно говорим, я бы мог бы сказать, слушай, успокойся, сказали ешь, ешь, не хочешь, мы тебе покажем, где есть хорошее место, где можно отдохнуть, так лет 50. Нет, там я хочу сказать, они достаточно мудрые ребята эти подошли, они же были евреи. Ну, ты заметь, 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 что тут написано, я просто читаю, что там написано, Даниил положил в сердце своем не оскверняться, перед язвами, то есть это книга Даниил, поиск Библии, следите, первая глава, с 5, с 8 стиха. Даниил положил в сердце своем не оскверняться, то есть он положил уже в сердце, почему? Потому что у него было с чем сравнение, он был воспитан в чем-то, он был воспитан в Божьих правилах, и он понимал, что вот именно вот этот шаг, это будет осквернение. Он положил не оскверняться царским вином, какой пьет царь, и поэтому просил начальника евнуков о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнуков. И если вы посмотрите по всему писанию, мы увидим, что почему-то евнуки все время были к Израилю неравнодушны. Вы помните Иосиф, да, Евгеньки, помните Исфирь, да, книга Эстер, что-то так сел. И вон дальше посмотрим, Филипп кого проповедовал, да? Евнуху. Евнуху, и мы посмотрим книги Исаии. Два, вот мы с Витером, помнишь, мы с тобой вчера расслуживали по этому поводу? Два направления народа, которые, ну как бы, евнухи вообще не могли бы идти, априорик. А, да, Билли. Смотрите, тут затронули тему интересную. Кстати, вот там, походу, пока Артем говорил, если я уже интересные идеи закидываю, искренность и лукавство на примере жертвоприношений заповеданных в Израиле. Там это вообще так интересно раскрывается, но это долго будет. Вот то, что сейчас Валик сказал. Значит, у Исаии есть очень интересное пророчество, адресованное к человечеству. То есть, там четко говорится, если какой муж, там не сказано муж израильский. То есть, обращение идет вообще к любому человеку, независимо от национальности и происхождения. И Бог говорит, что вот если они будут хранить субботу, будут почитать Бога и так далее и тому подобное, там приводятся две категории. Это иноплеменник Еврух. И мы должны понимать, что вот на тот момент, для того, чтобы приблизиться к Богу, ну, собственно, как и сейчас, есть только один путь. Тогда этот путь был через скинию, то есть, через определенные процедуры, через определенный путь, который должен был пройти человек. Если мы говорим о мужчине, то это, если он иноплеменник, то это обрезание. У Евруха вообще вариантов не было. Потому что Тора четко говорит, что Еврух никогда ни под каким предлогом, ни за какие деньги, ни при каких условиях не может стать частью сообщества израильского. Значит, иноплеменник мог обрезаться, но для взрослого мужчины это достаточно серьезный шаг. Потому что это очень болезненно и опасно для жизни. Скажем так, сейчас у нас медицина вообще на высшем уровне, но в любом случае то, что проходит мужчина в процессе прохождения этой процедуры, это многих и многих останавливает. Если бы это не было такой проблемой, поверьте мне, во времена второго храма тот же Корнили давным-давно бы это сделал. Вы понимаете, он был посвящен, и ему не было бы проблемы. Это была проблема. Я не знаю, я это не проходил, и не могу рассказать подробности. Но, скажем, люди некоторые рассказывали, знакомые, и это действительно очень неприятная процедура. Значит, так о чем речь? Речь о том, что Бог говорит, что вот эти люди, одна категория, при очень проблематичном пути, через обрезание, может стать частью сообщества израильского, Корнили предпочел сохранить себя, при этом оставаться поклонником Бога, и он не был частью Израиля. Хотя он делал все то, что положено по Торе, он жил по Торе, как и еврей, но он не был частью Израиля. А евнух вообще никак, ни при каком раскладе, ни при каких условиях. И Бог говорит, то есть мы должны понимать, это люди, которые в соответствии с Торой не имели надежды вообще, когда бы то ни было, приблизиться к Господу. И вот представьте себе, вам говорят, вот мы сидим и говорим, ребята, что бы вы тут ни делали, вы никогда не приблизитесь к Господу и вообще пойдете в ад. У вас есть выбор, жить по Слову Божьему и попасть в ад, или жить по-своему и попасть в ад. Что вы выберете? Одной из двоих. Одной из двух, совершенно верно. Я просто хочу показать, какой у них был выбор. И они, не имея надежды, а Павел как раз таки, когда в послании Офисянам говорит, не имея надежды, были безбожники в мире. Вот что значит не имея надежды? Они реально не имели надежды. Но они, несмотря на это, выбирали следовать за Господом и жить по Его заповедям. Вы понимаете, насколько это должна быть сильная любовь к Богу и посвящение Ему, не имея надежды? У нас есть надежда, но мы иногда пренебрегаем этим путем. Понимаете? У них не было надежды. И как интересно это Слово Божье исполняется в Новом Завете. Петру было сказано, даю тебе ключи царства. В чем это выразилось реально в нашем мире? Ключи царства это проповедь Евангелия. Это слово о спасении. И именно Петр, он открыл дверь в Царство Божие Израилю, проповедовал в День Пятидесятницы, в праздник Жавуот. И именно Петр проповедовал первому иноплеменнику, который получил доступ. Это был Корнилий. Понимаете? Вот в этом реализовалось, во-первых, вот то, что Ешо ему сказал, даю тебе ключи от царства. Он открыл дверь как тем, так и другим. И именно в Новом Завете исполнилось вот это обещание Бога иноплеменникам и евнухам. Те, которые не имели надежды, но были посвящены, они получили доступ. И отсюда мы делаем вывод, что на самом деле доступ есть у любого человека, у которого есть посвящение, есть желание быть с Господом. Даниил, слава Богу, у него была надежда и у него было посвящение. Если мы обратим внимание, собственно, он положил в сердце своем, он со своими друзьями, положили в сердце своем не оскверняться. Что это значит? А чем была плоха та пища? А чем лучше эта пища сейчас, той? Там, понимаете, была пища вкусная, хорошая. Вопрос в другом. Вопрос в том, что Израиль находился в заветных отношениях со Всевышним. И есть определенные условия, определенные условия, отделяющие Израиля от других народов. Петр, когда приходит к Корнилию, он говорит, нам Бог повелел не сообщаться с другими народами. О чем это говорит, что? Не разговаривать? Да разговаривать. Но вот сесть за один стол нельзя было. Почему? Потому что Бог определил... Тут нужно понимать, у Израиля есть царь, который определил со своего стола пищу для своего народа. А есть земной царь, который предлагает им свою пищу. Тут уместно вспомнить встречу Авраама с царем Содомским после освобождения Лота из плена. И царь Содомский выходит, говорит, забери себе имущество, а души отдай мне. Тот говорит, мне и шнурка не нужно. Ну, то есть мир всегда нам будет что-то предлагать. Но нам также приготовил что-то Господь. И мы выбираем. Мы либо принимаем это с его стола, и тогда, извините, нам ваше не нужно, у нас свое есть. Знаете, как Моня не гордый, Моня пьет на своих. Это чисто еврейский подход, это нормально, чтобы вы понимали. У нас есть обеспечение от Господа, и есть то, что нам предлагает мир. Вопрос конечной цели. Для чего предлагает нам мир, и для чего нам предлагает Господь. Даниил со своими друзьями положили в сердце своем оставаться верными заветным отношениям. Они приняли решение быть посвященными Господу, независимо от тех обстоятельств, в которых они оказались. И, заметьте, что это было заложено основание изначально, то, что мы говорили изначально. То есть оно не появилось само собой. То есть лидерами, служителями, лидерами не рождается, и не становится. Как ты говоришь, что евреи, настоящий еврей тот, у кого дети и внуки евреи. То есть тех, кого ты воспитал в этом, и тех, кто устоялся. Поэтому я думаю, что родители Даниила, того же Сидраха, Медраха и Абдинага, были теми, кто заложил это основание. Если бы не было этого основания, то они бы согласились на то, что им предложили. Я еще раз говорю, это альтернатива, это дверь вновь, это хорошая перспектива роста. То есть получается, о чем мы говорим сейчас изначально, что пример Даниила, это важность показать, как важно изначально залаживать правильные отношения. Вот именно библейские отношения в жизнь верующих. Потому что действительно, вот это то, что можно иметь эту звезду без креста, как вчера я говорил. Звезда. То есть да, можно иметь внешнюю форму, но не иметь внутреннее наполнение. Я помню библейскую, когда я преподавался, мне сразу была библейская школа. Ну как бы, 12 уроков было, да? 12 уроков, 12 недель, мы должны были каждую неделю проходить библейские курсы. То есть определенный урок. И это было не просто, нам пришли, мы читали, нам надо было исследовать, читать, делать какие-то конспекты. Почему? Потому что нас хотели настоять, чтобы мы устоялись в том, что мы уверовали, в кого мы уверовали. Потому что недавно у нас был семинар в Одессе, и была такая история, сказали таким образом, что если поговорить о Боге с каждым из вас, у каждого из нас окажется свой Бог. То есть у каждого из нас будет свое понимание Бога, у каждого из нас будут свои грани Бога. И каждый из нас будет отстаивать свою позицию, каким может быть Бог. И если это будет, например, моя позиция, несоответственно, его позиции, это станет причиной нашего раздора. Я скажу, слушай, Данил, Наталья, зачем мы... Слушай, иди верь в себе сам, вместо того, чтобы найти точку соприкосновения, и понять, что эта чашка просто отборисована с двух разных сторон, мы начинаем искать различия. И вот то, что произошло, я верю, что мудрые родители с Драхами, Драхами, Одинага и Даниэла, они научили, научили своих детей. И то, что нам нужно, как изначально уже, вот в будущем, во-первых, самим знать, в кому мы верим, во что мы верим, и второе, научить того, кто рядом. То есть помочь этому человеку увидеть. В первую очередь, детей своих. В первую очередь, а кто рядом? Вот помните, как Ишула спросил, кто ближний? Ну, кто мой ближний? Смотри. Кто рядом? Вот это мой ближний. Простите меня. И поэтому, если моя семья, вот основа Даниэла, я думаю, что это семья, у нас как бы в этом году мы говорим о семье. И мы видим, что враг, он пытается разрушить семьи. Я вижу, что удар идет на семью. Вот это гендерная политика, это навязывание вот этих стереотипов, свободной любви, стакан воды, ну, вот это все. Это то, что разрушает, разрушает, разрушает правильные основания. Царская еда с царского стола. Ну, слушайте, чего бы и нет. А давайте попробуем. А потом остановиться не можешь. И ты смотришь, и ты понимаешь, что то, что изначально из покойников было заложено Богом, да, что то, что Бог сочетал, человек Даниил разлучил. Он сотворил из двух одно целое. Понимаете? То есть это должно быть, это имеет ценность. Это имеет ценность в глазах Бога. И то, что с Даниилом для меня, вот, например, явный пример, что благодаря тому, что у Даниила была хорошая семья, которая воспитала его, он стал таким. Он не стал сам самим такой. То есть он положил в сердце не потому, что вот так просто ничего, а потому, что он хотел сохранить то, что говорил Виктор сейчас очень четко, что он принял это осознанное решение. И я понимаю, что в моей жизни были моменты, когда у меня были падения. Почему? Потому что, зная, что делать нельзя, я делал. Но когда я принимал решение не делать, слушайте, я проходил через такие испытания, думаю, слушайте, как классно, в чем проблема? То есть с искренним, как мы говорили, Бог поступает искренне, а с лукавым по лукавству и он. Продолжим нашу беседу, или у нас уже время перерыва? Ну, я хотел бы, вот, что касаемо Петра, да, там немножко была, вот, именно еды. Да, вот этот вот аспект, вот, Данил отказался с друзьями от еды, а перед Каренделеем у Петра было ведение. И он ответил, я ничего никогда не ел нечистого. Вот в этом я вижу определенную параллель. И что сейчас... Хотя пророчество не обведено. Было, да. Но он возменил. Да, оно было ведуямств, да. Оно было ведуямств. И то, что говорил Валик о наставлении сейчас вот детей, юношей, и этому отдает определенный, ну, пока боюсь такого слова, выхлоп. Ну, потому что реально, правильное наставление даст выхлоп. То есть явное такое проявление. Ну, скажем, по-библейски плод. Хорошо, плод будет по-библейски. Я потом покажу, как это в описании происходит, именно этот выхлоп и в каком процентном соотношении. В притчах написано «наставь юношу при начале пути». Наставь юношу при начале пути. И он может решить. Он пройдет этот путь именно так, как был наставлен. И то, что мы видим по истории Даниила, Сидораха, Мисаха и Абинагова, эти юноши были наставлены. И действительно, я вот в себе как бы размышлял однажды, не в этот раз, намного раньше, но мне 15-19 лет. Я неплохо живу, но пришел завоеватель. Я в ужасе. Это война, да, пришел завоеватель. Вместо этого, ну, я ожидаю там каменоломни, рабство, самый не... В моем... Поскольку мы говорим так, чтобы все понимали, исторический аспект. Люди живут не при демократии, и даже не при абсолютной монархии в... Ну, как это, я не знаю, ну... Защищенные законами определенными правилами. Да, не при абсолютной монархии в эволюционном мире, да. Люди живут в рабовладельческом строе. Это то, что мы очень часто забываем. Понятие рабства, это не что-то вызывающее общество, а это норма общества. Быть рабом, иметь раба. И вот приходит завоеватель, мне 15-19 лет, я из хорошей семьи, и я сразу понимаю, что все, что было хорошее в моей жизни, оно нивелируется до нуля, а даже до минуса. А тут мне говорят, все хорошо, ты нам подходишь, идем. И приводят меня туда, где мое хорошее бытие до завоевания, оно вообще несравнимо. То получается, то, что было мое хорошее по сравнению с царским дворцом, это, по сути дела, тот самый но, которого я так боялся. А тут тебе говорят, вот, вот, вот. И я понимаю, чисто своему реально нереально устоять. Я сказал, да ну, у меня выбор. Или каменоломня, и, извините меня, нестированная набедренная повязка, или самые дорогие одежды. Богатая еда, богатый дом, я вырасту, захочу жениться, будет красавица-жена, дети будут обустроены. Все, полностью, полный фарш, на полу вклюзим. А ребята говорят, окей, есть одно условие. Мы будем кушать по-другому. Мы не хотим этим оскверняться. Это, я говорю, это отдельная еврейская история. У нас перерыв, или у нас есть три вещи? У нас еще есть чуть-чуть. Как там с выпопом? С выпопом. Вот, начнем, начнем от бытия. Господь благословил человека, сказал, плодитесь и размножайтесь. Пру-урву. Пру-корень-пре-плод, а рву-рав-умножение. И, собственно, равины, по большому счету, переводится не как учителя, а те, кто умножают учеников. То есть, это вопрос образования. А что такое образование? Это передача образа. Чей образ мы должны передавать своим детям? Божий. Авраам был избран не потому что, а для того что, или ради того, что я узнал Авраама, говорит Господь, что он заповедует сынам своим ходить путем Господнем, творя суд и милость. Это ключевой момент. Авраам был избран потому, что он способен был. У него было сердце отца, и он способен был передать образ Божий своим потомкам. Причем в Торе неоднократно есть такая формулировка от детям и детям детей. Теперь смотрите красивая картина, которая открывается в Писании. Значит, Авраам, его отец был верующим в единого Бога? Нет. Дедушка? Нет. Он был первым, который стал евреем. Он не получил ни от папы, ни от мамы. Сколько у него было сыновей? Один завет, один не завет. У него был Ишмаэль, у него был Ицхак и еще шестеро от Китуры. Восемь сыновей. И сколько из них остались вот в той родословной, которая дошла до Мессии? В Завете с Господом? Один. Процентное соотношение? Один к одному. Один из восьми, порядка двенадцати процентов. Хорошо. Ицхак. Его папа был верующим? Был в Завете? Да. А дедушка? Нет. Почему я говорю папа-дедушка? Потому что сыну и сыну сына два поколения после себя. Настоящий еврей тот, у кого дети и внуки евреи. Но внук он, соответственно, в этой схеме должен получить от папы и от дедушки. Понятна схема? Теперь смотрите, мы прослеживаем по этой схеме Авраама. У него двенадцать процентов выхлопа, как ты сказал. Коэффициент полезного действия. Значит, вода, как ясно. У Ицхака. У Ицхака был папа, а не было дедушки. Он получил пятьдесят процентов того, что должен был получить. Каков у него выхлоп? Пятьдесят процентов. Пятьдесят процентов. Почему? Двое сыновей, один из них в Завете остается. Пятьдесят процентов. Яков и Ицхак. Один как раз. Яков остался в Завете, Ицхак вышел из этого Завета. Теперь берем, собственно, Якова. У Якова папа и дедушка. Он получил сто процентов. Каков выхлоп? Двенадцать. Все остались в Завете. Не считывай. Сто процентов. То есть, понимаете, как работает эта схема? Эта фраза, она не на голом месте родилась. От того, как мы наставляем своих детей, зависит, как Царство Божие будет распространяться по земле. Я вам скажу, я в свое время увидел интересную вещь. Есть места Писания, которые показывают, что первые ученики Ишуа, первое поколение, они выполнили великое поручение для своего поколения. Павел говорит, я искал место, где не было бы проповедано Слово Божие и не нашел. То есть, известная для них территория, населенная людьми, была вся покрыта Евангелием. Великое поручение Иерусалима, Иудея, Самарии и до края земли было выполнено. Чем же мы занимаемся? И почему мы этим занимаемся? Я вам объясню, почему. Умаше дети были? Да. Сыновья? Как они прославились? Не верили. Священник Ильи, который выступал у пророка Шмуэля. Лучше не вспомнил. Еще хуже. Там не прославились. Давид. Они прославились. Людина. Соломон. Я вам привожу авторитетных людей. Что у них происходит? Почему у них проблема с детьми? Да займалась. Вот так. Вопрос в том, что они, при том, что они делали дела Божьи, они акцентировали свою деятельность на внешнем уровне. И забывали об основном, о воспитании детей. А если бы воспитывать детей, то не надо было бы воспитывать язычников. Потому что рано или поздно, естественным образом, язычники бы вымерли, а земля бы наполнилась детьми Божьими, происходящими естественным путем. Просто проповедь Евангелия должна иметь акцент в семье. И вот то, что было у Даниила Седраха Мессаха Абденага, вот это вот та самая история, когда они получили в семье, и когда они попали в тяжелые для себя обстоятельства, они оказались способными устоять силою своего духа. Причем вот тут вот еврейский подход мальчиков этих. Я прошу прощения, чтобы не терять выясню. Еврейский подход этих мальчиков. Значит, как они решили проблему? Можно было сказать, а мы не будем и все. Ну тогда бы этот управляющий сказал, ну тогда у вас, ребята, проблемы серьезные. Но почему? Он, собственно, вынужден был так поступить, потому что над ним царь, которого он боялся, а царь ожидал результатов. А результаты будут никакими. Зачем ему эти хилые сорняки вот в этом вот гареме, да? Значит, но ребята подошли мудро. Я просто показываю картину. Вот представьте себе, есть ресторан, крутой ресторан, царский, в котором вы управляющий. Царь выделяет деньги, на эти деньги покупается еда, шикарная еда, которая предназначена для конкретных гостей. А тут некоторые из гостей говорят, послушай, дай-ка нам не вот это вот, а там петрушки, сельдерейчика, укропчика, помидорчиков, огурчиков, которые стоят копейки. А это можешь выкинуть, нам это неинтересно. Человек оказывается в интересной ситуации. Царь требует, а последствия непредсказуемы. Ну и хочется же себе что-то положить, это же не выкинешь. Ну, понимаете? Как бы и хочется, и колется, и царь, батька, не велит. Так ребята же, они не говорят, нет, не надо навсегда. Чтоб ты не боялся, чтобы ты был спокоен, давай сделаем ненадолго, на 10 дней. А по результату примем окончательное решение. Это, кстати, совет для бизнесменов на будущее. Не вступайте в постоянные, безграничные отношения с кем-то. Вы можете договориться, скажем, на год. Мы с тобой вступаем в партнерские отношения на год, на таких-то условиях. Год проходит, мы с тобой встречаемся и обсуждаем. Подходят нам эти отношения? Или надо что-то менять? Или мы будем разрывать? Вы понимаете, что очень часто проблемы возникают именно из-за того, что отношения навсегда. Так я вам скажу, бизнес-отношения, это не семейные узы. Их не надо заключать навсегда. Потому что это чревато потом очень большими проблемами. Договорились на время, посмотрели, попробовали хорошо, дальше идем. Что-то не подходит, откорректировали. Принципиально не подходит, разбежались. Но разбежались с друзьями, потому что мы изначально так договорились. Шикарный подход. И эти ребята это понимали. Потому что это были еврейские мальчики. И они сказали, не надо навсегда. На 10 дней. За 10 дней ничего трагического не произойдет. Если не подойдет, сделаем, как ты скажешь. А если подойдет, то и тебе хорошо, и нам хорошо. И когда они приняли в сердце своем это решение, только после этого Бог дал милость в глазах вот этих вот людей, которые отвечали за реализацию царского проекта. В глазах этих евнуков, этих управителей. И они подошли и сказали, ну, ребята эти подошли к этому управляющему. А уже была милость от Господа. Потому что они приняли в своем сердце решение быть верными и посвященными Господу. Бог смельчил сердце этих людей. Ребята нашли мудрый подход. Не ломились на пролом. И они достигли той цели, которую, собственно, они хотели. Причем результат просто потрясающий. У них была мудрость в 10 раз больше всех остальных. Это себе сложно представить. Потому что если я хотя бы в полтора раза умнее кого-то, это уже круто. Потому что бросается в глаза. В два раза это вообще зашкаливает. В 10 раз. Я себе не могу представить это как. Как это должно было выразиться? Понимаете? Выразилось тем, что они стали сатрапами. Выразилось, да. Есть два пути. Один длинный, но короткий. Есть один короткий, но длинный. Давайте мы пойдем по тому, который будет все-таки лучше. И мы сделаем небольшой перерыв. И следующий. На перерыве ты задашь вопрос. Я в догляд. Нет, нет. Мы договорились, что зал так же будет принять участь. Думаю, до перерви один зала два. Так, так, так. И я в одну хвилину. Я колись працював, служил в государстве. И, ну, в мене асоциация, это как, ну, держава, это как барский стил, так? Чецарский стил. Знаете, что происходит? Вот там, где есть возможность, вот, когда ты знаешь, что, там, 18 или 28 видов продуктов тебе могут дать. Потому что ты приедешь, как проверяющий, там, и нормально все спакуют, загрузят в багажник. Ты привозишь это домой. Приходит привычка. Ты перестаешь купляти. Для чего я это маю купляти? Как мне через месяц дадут. Потом тебе там начинают давать гроши за какие-то послуги, что ты закрив очи на какие-то моменты. Ты берешь, и приходит апетит. Мало, мало, мало. Ты хочешь больше. Людина привикает так жить. Я не уявляю, как эти парни, они не мали життєвого досвиду. Им рассказывали родители, их еще маленькие забрали. Я думаю, это по переказах родителей и по учению родителей тяжело жить и выполнять это все. Это своего рода еще было как-то заложено в них на уровне интуиции, на уровне дара Божого, на уровне веры, что именно так, так, так поступать добре, а так, так, так поступать в любом случае неможливо. И они в досить, я понимаю, в досить юном веке, скажем, Бог наткнулся их, и они сделали именно правильный вид. Потому что без Божьей милости и Божьей ласки, ну, я не уявляю, я не уявляю, это сделать, когда приходят в твоё життя спокусы и такие, что только протягнуть руку и взять, и ничего, никаких усилий больше не нужно принимать, и это сила Божая. Питание в том, что когда человек попадает в подобные ситуации, она очень тяжело отмолиться, очень тяжело отмолиться жить в них, достаточно комфортно и приятно, и хочется еще что-то придумывать, фантазировать, чтобы иметь больше подобных благ, и так далее. Бо, ну, хочется кращой еды, хочется больше денег, хочется бобриковую шубку и пестовую шапочку и другие. Что же эко-вотходят? Кто у нас будет сейчас? Что такое вопрос? Я не понял. Вопроса нет. Я сказал про то, что человек чувствует и какие эмоции она переживает, когда она начинает этим пользоваться. Смотри. Это понимание не сдало. Потому что я допускаю, что не каждый из тут присутствующих подобными моментами користовался, и просто отмолиться от этого достаточно сложно. Ну, смотри. Так, а я как раз таки и говорил, что, собственно, может быть, ребята даже и не понимали внутренних мотивов вот этого начальника, поставленного одним. А тот был частью этой системы. И понятное дело, что когда ты можешь угодить и там, и там, и тебе еще и в карман что-то за это ляжет, как от этого отказаться? Это очень нормально. Есть очень хорошее правило трех букв. Когда человек делает что-то правильно, постепенно и постоянно. Вот они как раз в этом направлении двигались. И вот когда человек двигается в этом направлении, обязательно будет хороший, правильный результат. И смотрите. Только со словом «правильно» будет небольшая проблема. Да. Потому что у каждого свое правило. Нет. Если мы возьмем правильное в описание, то правильно, постепенно и постоянно. Правильное в описание. Это для вас. Мы обращаемся всегда к тексту, да? Кого брали? Отроков. То есть это уже не маленькие дети. Отроки – это не маленькие дети. Ну это подростки. Это подростки. Это старше тринадцати лет. Это старше тринадцати. Но старше тринадцати и из-за сорок. Да, из-за сорок. Потому что Ицкарь назвал. Я согласен, что мы в искушении все, но мы должны понимать, что это была одна культура. Божья культура, воспитанные в Божьей культуре. И они попадают в безбожную культуру. И пример очень простой, когда, помните, Истукан? Да? Истукан, когда построили Истукан, и говорят, если будет звук цитр, гусли, и это все должны поклониться. Помните, да? И что происходит? Седрах-медрахия Динага говорит, нет. И царь, царь, послушайте, это никто не будет, там, Евну уже. Царь приходит и говорит, ребята, может вы просто не слышали. Ну, вот так произошло, случайно, вот так, ну так, ну так, ну, мы в туалет пошли. Дает шанс. И в это время, вот, произошло и вы не услышали, ну простите. Вот сейчас будет то же самое. Вот будет цитрий, кусли, поклонитесь. И тут они говорят, да, мы не сделаем это. И почему? Понимаете, да? Потому что мы верим, что наш Бог, что? Силен спасти нас. Но даже если это не произойдет, что? Мы не сделаем это. И я не думаю, что здесь идет четкая уже позиция людей, воспитанных и наставленных верить. Давайте вернемся к нашему прошлому. Вот буквально Советский Союз, у меня есть друзья, которые проходили заключение в тюрьме за веру свою. И их детей, получается так, папа уверовал, и они развоспитывали своих детей в вере. Папу арестовали, и детям что говорят? Откажитесь от папы, и дети остаются верны. В школе их унижают, и везде их гонят, везде они лишены прав. Но дети верны, потому что они научены изначально, вложены в них. Понимаешь? И я согласен с тобой, что искушение... Помнишь, как пишет Павел? Не Павел, а я. Вас постигло искушение какое? И не иначе, чем человеческое. Но люди, имеющие возможность сравнивать, знающие определенные истины, наставленные в эти истины, воспитанные в эти истины, знающие истину, знающие Бога. То, что вы говорили. Не просто слышащие, но имеющие отношение с детства. У них есть четкий выбор и позиция. И они делают свой выбор. Есть действительно люди, кто поддаются на это. Я могу сказать, что писание об этом говорит, что есть даже избранные, увлеченные. Но мы говорим сейчас, знаешь, о том, что не просто мы говорим об определенных людях, и мы говорим о том, что эти принципы работают. Мы говорим о принципах, которые могут работать, и которые работали, и мы по всему писанию видим. Наставью нашу в начале пути его, да? И мы видим, что есть выбор, когда человек стоит перед выбором принять эту позицию или эту позицию. Чаще всего он выпивает правильную позицию. Вот и все. Я согласен, что он может сказать, ну это только библейское, это может быть так это. В реальной жизни все по-другому, поверь мне. Я знаю одного человека, вот недалеко из меня сидит. И когда ему предложили, после того, как он покаялся, реальную, я даже знаю, что ему предложили, потому что он мне рассказывал. И это можно было обогатиться вот так. Человек принимает четкое решение. Я не поверю. Человек проходит испытания, решения, кушает яблоки. Не называй его именем. Скажите, как его зовут? Кушает яблоки. Мы с ним снимаем квартиру. Доходит до того, что перед этим брату одному Бог во сне открывает, что он принесил ему свои завтраки. И он говорит, мне приснилось, что Бог сказал, ты будешь воровом для брата. И мама давала своему сыну на работу завтраки, а он не хотел кушать, и он принесил ему. Но проходит время. Проходит время. И я вижу реально, что вот эти, приходит, как вы говорите, выхлоп. Выхлоп. Плод. И поверьте мне, что то, что мы, может быть, не получаем там, мы получим в другом месте. И это будет больше. Я согласен, что искушение, это такая страшная штука, что я поддавался искушениям. Я, ладно, это не может. Да пусть это будет мне не страшно. Я был миссионером в городе Санкт-Петербург. Мы начинали миссианское служение. И получилась такая картина. Мне предложили, я работал на одной работе, причем это была сверхъестественная образом дана работа. Я работал там, получал определенные финансы, и это было благословение для меня и для других людей. Я был служителем общения. Но наступил момент, и один мой предатель предложил мне заняться с ним бизнесом. Он был директором определенного предприятия. И он мне говорит, слушай, твоя задача утром телефон поднять, три часа положить, и тысяча долларов в кармане у тебя. Пять дней неделю работы. Кто хотел бы такую работу? Ничего, я пришел на работу, позвонил, позвонил, причем никаких усилий, там все уже налажено. Проходит месяц, я ложу в карман тысячу долларов. Вау, Господь, я люблю, спасибо тебе. Второй месяц. Он мне подходит, говорит, слушай, тут надо пару печатей поставить. Каких печатей? Понимаешь, что тут просто милиция, они дают одну цену, они дают вторую цену. Ну, просто надо. Ну, ладно, я думаю, неправильно, тысяча долларов. Я беру, все-таки ставлю. На третий месяц мне просто, ну, слушай, на самом деле это предприятие для того, чтобы отнимать платку. Милиция, пожарная, вот это, вот это. Они просто у нас нанимают определенные услуги. Типа, вводим мы одну цены, они платят вторую, мы деньги обналичиваем, отдаем им. Ну, а сами имеем какой-то свой кусочек. Дух Святой внутри мне откличит, оставь все вот это, это грех, это ложь. А я сижу в двумя лет, тысяча долларов. Это благословение. И вы знаете, что произошло на третий месяц? Кто помнит дефолт России в 2009 году? Я попадаю вот на этот двумя лет, в один утром я просыпаюсь, и все, что я заработал, все, что я это, в один момент, и не стало. Репутация, отношения. Я просто стал и думал, господи, что же произошло, я же тебе говорил, я же тебе говорил, оставил этот грех, ты знал, что это грех, но твой выбор был неправильный. Вы знаете, я взял хороший уровень. Если бы я тогда ушел, был бы, ну, все. А та ферма, в которой я работал перед этим, мало того, что она прошла дефолт, они еще стали в два раза богаче, потому что все конкуренты повылетали, а они просто встали, захватили почти что полыну весь рынок, понимаете? И вместо того, чтобы получить благословение в инпослушных блогах, мне было за тысячу долларов, которые я потерял. И был второй случай. Одни братья мне предложили заработать. Говорят, все очень просто, мы покупаем, то есть, людей не продают машины, ты их берешь на себя, оформляешь, мы перепродаем, получаем прибыль. Верующие братья, бизнес-шоу жили пять. Они купили дома, купили машины, я иду, и мне, боже, да, нет, да, нет, да, нет. И вот мне вот так, и так, что-то будет ли не стоит, да или нет, ну, скажи мне, да или нет. Я поднимаюсь на Владимирском вокзале, из метро выхожу, а там собор прямо написано, нет глобализма. Нет, красный, глобализм убил у них. Я думаю, да или нет? Нет. Я думаю, боже, нет. Да или нет глобализму. Короче, я думаю, нет этим ребятам, это прекрасно, потому что это реальная влезность. И через два месяца громкое дело. Берут группу верующих людей, которые занимались перепродажей ворованных автомобилей со штрафплощадки милиции. То есть милиция организовала бизнес. Они брали машины, через верующих их продавали. Ну, понимаете, да? В конечном итоге, когда это все раскрылось, кто был виноват? Ну, конечно, те, кто его продавал. И если бы я согласился с ними, то я бы попал бы в то же самое. И вот это нет. Вот это я всю жизнь буду помнить. Да или нет? Да или нет? Нет, глобализму. Поэтому то, что ты говоришь, это правда. Это будет постоянная борьба. Это будет постоянный вызов нам, верующим, нашим детям. И как мы их воспитаем сегодня, завтра будет нет глобализму или тысяча долларов. Ну, вот по милости своей. И когда он мне дал милость, и когда он дал милость. Я просто, знаете, говорю, что сейчас милость для нас в Москве. Ай-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-